Всем привет! В этом видео я расскажу, что делать, если после обновления или установки операционной системы Windows вдруг пропал звук. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вы столкнулись с такой проблемой, как отсутствие звука при обновлении операционной системы до Windows 10, есть несколько методов, которые должны помочь решить вам данную проблему. Прежде чем воспользоваться этими методами, попробуйте запустить автоматическое исправление проблем со звуком. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по значку динамика на панели задач и выберите пункт «Устранение неполадок со звуком». После сразу начнется поиск неполадок. Выберите устройство, которое перестало работать. После диагностики вы увидите удалось ли решить вашу проблему и ее описание. Если это вам не помогло, воспользуйтесь следующими методами. В том случае, если вы только обновили операционную систему и сразу же после этого пропал звук, откройте диспетчер устройств, нажав правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбрал его из списка. В открывшемся окне найдите пункт «Аудио входы» и «Аудио выходы» и откройте его. Если здесь нет никаких предупреждений в виде восклицательного знака, выберите ваше звуковое устройство, кликните по нему правой кнопкой мыши и откройте свойства. Затем на вкладке «Драйвер» нажмите «Откатить». Драйвера вернутся к прежнему состоянию и если у вас пропал звук после их обновления, он должен появиться. Самый распространенный вариант проблемы со звуком – это когда значок динамика на панели задач отображается в нормальном состоянии. В диспетчере устройств для звуковой платы написано «Устройство работает нормально, а драйвер не нуждается в обновлении». В большинстве таких случаев звуковая карта отображается как устройство с поддержкой High Definition Audio. Это является верным признаком отсутствия на нее драйверов. Зачастую это касается звуковых чипов Connection Smart Audio, Realtek Audio, VHD Audio. В таком случае для решения проблемы нужно будет узнать версию операционной системы и модель вашего компьютера или материнской платы. Подробнее как узнать информацию о своем компьютере можете посмотреть в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Для этого достаточно запустить окно «Выполнить» с сочетанием клавиш Windows Plus R и ввести здесь MS-Info32. В этом окне вы увидите версию, разрядность операционной системы и модель вашего компьютера. Затем в интернете нужно будет писать название вашего компьютера или материнской платы в поиске. В разделе «Поддержки» вы найдете драйвера для данной модели. Здесь выберите аудио и скачайте их. Если вы используете операционную систему Windows 10, а драйвера будут только для Windows 8 и 7, ничего страшного. Главное, чтобы разрядность системы соответствовала. Скачайте нужный вам драйвер, запустите скачанный файл, после чего начнется установка. По завершению вам нужно будет перезагрузить компьютер. Затем снова откройте «Диспетчер устройств» и посмотрите произошли ли какие-то изменения в этих разделах. Этот метод подойдет и в том случае, если здесь вы видите восклицательный знак, возле одного из устройств. Это значит, что оно неопознано или работает неправильно. Попробуйте его удалить, нажав по нему правой кнопкой мыши, а затем обновите конфигурацию. Если после этого значок не исчезнет, нужно будет скачать драйвер и установить его самостоятельно. Вы также можете попытаться обновить драйвера устройства прямиком из этого меню. Нажав по нему правой кнопкой мыши и выбрав обновить драйвер. Если звука по-прежнему нет, кликните правой кнопкой мыши по значку «Динамиков», выберите здесь «Звуки» и убедитесь в том, не отключено ли устройство. Если вы здесь не видите своего звукового устройства, на вкладке «Воспроизведение» установите отметки напротив «Показывать отключенные устройства» и «Показывать отсоединенные устройства». И проверьте список еще раз. Затем во вкладке «Связь» убедитесь, не отключены ли здесь все звуки. И на вкладке «Звуки» проверьте звуковую схему, не выбрано ли здесь без звука. После этих манипуляций звук должен снова появиться. Если звук встает тише, к примеру, при звонке в скайпе, это следствие настроек. Для того, чтобы этого не было, на вкладке «Связь» выберите «Действие не требуется». У нас на канале еще есть видео о том, что делать, если перестал работать микрофон. Возможно, оно тоже вам будет полезно. Еще одна из причин пропажи звука – это проблемы с аудиослужбой или она просто отключена. Это часто встречается в неофициальных сборках, которые оптимизированы на максимальную производительность. Если вы скачали и установили именно такую сборку, это следует проверить. В Windows за звук отвечает служба Windows Audio. Чтобы посмотреть ее состояние, необходимо открыть список служб. Для этого воспользуйтесь поиском или выполните следующую команду. Далее в списке найдите Windows Audio, посмотрите ее состояние и тип запуска. По умолчанию, ее состояние должно быть в режиме «Выполняется», а тип запуска – «Автоматический». Если это не так, откройте ее и установите ей такие значения. После нужно будет перезагрузить компьютер. Для того, чтобы запустить установку Windows с загрузочной флешки, необходимо изменить настройки биоса. И многие пользователи при этой процедуре могут изменить другие параметры. Если вы изменяли параметры биоса, проверьте, не отключили ли вы устройство звука. Здесь нужно будет найти раздел «Advanced» и найти пункт наподобие «HD Audio» и установить ему значение «Enabled». Если вы не смогли найти что-то подобное, можете попробовать сбросить биос. Для этого нужно будет вынуть батарейку, которая находится на материнской плате, на несколько минут, а затем снова вернуть ее на место. А на этом все. Напишите в комментариях, какой из способов помог вам решить проблему и с какими трудностями вы столкнулись. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.